По документам в распоряжении приставов в этом доме находится пекарня, хозяин которой должник. На деле здесь магазин канцелярских товаров, а значит взыскать положенное не выйдет. Сотрудники ФССП регулярно выходят в рейды по должникам-бизнесменам, казалось бы, самой материально обеспеченной группе населения. Свою невозможность оплачивать по долгам комментируют тем, что у них нет покупательского спроса, отсутствует, то есть снижен покупательский спрос на их продукцию, либо они закрываются ввиду отсутствия возможности реальной осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Только в Ленинском районном отделе судебных приставов исполнительных документов на 300 предпринимателей. Общая сумма за должности – 380 миллионов. Все должники просрочили выплату налогов. На этом кофейном островке в торговом центре работает бизнесмен, а за ним числится 28 тысяч рублей. Кассу с утра еще не открывали даже. По всей видимости, ничего не продали. И будем накладывать арест на имущество должника. Предоставим ему срок для добровольного исполнения – 5 дней. В том случае, если добровольно не будет исполнено, имущество будет изъято и реализовано принудительно. Чтобы долг погасить, приставы описывают кофемашину. Ее владелец может использовать, а вот унести или спрятать – нет. Иначе уголовное наказание по 312 статье. Также юридические лица, индивидуальные предприниматели у нас подлежат уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение решения суда. В том случае, если они будут иметь реальную возможность, даже какую-то, то есть выручку, при этом уклоняться от исполнения решения суда, они также могут быть привлечены к уголовной ответственности. Если бизнесмен принимает решение дело закрыть, то долг с него все равно никто не снимет. Но проблемой погашения будет заниматься не пристав, а конкурсный управляющий, назначенный при процедуре банкротства. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.